Вот, на чем мы по плану с RxJava? Вообще, понимаете, да, что сейчас это один из buzzwords, да, вот в мире Android, когда вы говорите Android, вы часто слышите слова там, не знаю, какие вы слышите слова, там, Activity, наверное, там, Room сейчас, да, RxJava, вот один из этих buzzwords, потому что это очень популярная штука стала, и она, ну, несколько упрощает вообще цикл разработки, который происходит в Android, делает некоторые действия сильно проще, чем они были до этого, вот, но в Android это используется довольно скупо, как правило, все это делают исключительно для того, чтобы легко и удобно работать с потоками и переключением потоков. Знаете, да, там вам уже все это, наверное, рассказали, что Android это main thread, да, это какой-то лупер, который должен быть всегда там сильным, активным и проворачивать много дел, а все ваши вычисления, запросы, еще что-то, это должно происходить на других потоках, и когда у вас много таких вещей складывается вместе, это сложно, это много проблем, какие-то лэчи, фьючи, синхронизации, туда-сюда, у вас получается довольно сложный код, и, собственно, поэтому RxJava стала buzzwordом в мире Android, все ее как-то так или иначе используют, и, в общем, без нее довольно тяжело. Вот, я попробую вам про все про это сегодня рассказать, откуда это все пошло, как этим пользоваться, что это такое, потому что, в сущности, идея там простая, да, но чтобы въехать, нужно немного сил потратить. Вот, посмотрим вообще, из чего она состоит и какие-то несколько, я вам дам дальнейших направлений, куда посмотреть, куда почитать, чтобы делать это здорово. Вот, ну и все, официальную часть мы закончили, ну, в смысле, открытие мы какое-то сделали, ну, и давайте уже я вам поподробнее про все про это. Ну, вы когда начинали, да, подождите вычитать сразу, вообще никто это обычно не читает, вот, смотрите на меня, а там пусть буквы какие-то, ну, много же текстов, кто же это читает, это просто я привел цитату, я привел цитату, когда человек начинает вот изучать, вы услышали там, что, о, RxJava, это buzzword в мире, там, андроида, может быть, мне тоже это стоит, и вы начинаете как бы пытаться разобраться, а что такое RxJava, с чем это едят, как мне с этим жить, и вы первое, что вы открываете, вы открываете Википедию. Ну, это естественный процесс, как бы уже, естественно, отбор совершен был вами, вы студенты, политеха, там, туда-сюда, вот, вы умеете, и вы такие прочитали, что это программинг, декларировать вы программинг про dim concern with data streams and propagation of change, ну, это ничего непонятно. Ну, тяжеловато, да, вот, осознать, что это такое, прочитав определение Википедии. Ну, Википедия вообще славится таким, то есть, если вы читаете не только про RxJava, а даже какие-то простые вещи, как правило, там, половник, вы загуглили, да, в Википедии, за Википедией или Википедии, и по слову половник тоже будет довольно такое теоретическое определение, в принципе, как и здесь. Тяжело, ну, хорошо, но вы же там студент, уже старшего курса, вы там можете многое в гору свернуть, вы идете дальше, вы гуглите на стекуэверфлоу, правильно? Это следующий шаг, как бы понять, что такое RxJava. И вот вы такой смелый пришли на стекуэверфлоу, и вот самый популярный ответ, что такое реактив программинг. Для человека, который только хочет понять и разобраться, тоже очевидно, что ему тяжело, там правильные слова написаны, то есть, я вот прям согласен с и тем, и следующим оратором, неплохо написали, но я это осознал вот спустя какое-то время после того, как разобрался вообще в этой теме. Когда я первый раз это открыл, я посмотрел, ну, боже мой, какой-то ужас. И второй я прочитал тоже, и чтобы вы понимали, тут еще и комментарии по 212 апвоутов, да, как вы представляете? Видно, что тема-то серьезная, людей затрагивает каким-то образом, точно надо копать дальше, ну, похоже, что-то истинно где-то рядом, но это все равно непонятно. Слишком тяжело с этим разбираться. Дальше, какой следующий шаг? Вот вы посмотрели Википедию, Stack Overflow, ваши варианты. К сожалению, на Android и Apple ничего нет про Rxjava. Дальше вы находите третью ссылку в Google, да, ну, первая, понятно, это была Wiki, вторая, это Stack Overflow, если у вас правильный, там, релевантный поиск был выдан. Третье, вы находите вот такие слова, реактив-манифесты, это вроде то же самое, ну, как бы про то же самое, про реактив-программинг, вы начинаете читать, ну, вот эту страницу открываете и понимаете, что там какие-то слова написаны, которые вы обычно говорите менеджеру, чтобы продать ту или иную технологию в проект. Там слова типа «приложение должно быть там эластичным, там масштабируемым, устойчивым к сбоям, респонсив». Такие слова, да, как бы, почему это тоже к реактив-программинг относится? Ну, и тут вы уже так и расстраиваетесь, блин, я уже три ссылки прошел, я уже потратил времени, все это прочитал, и ничего не произошло, мне не открылись какие-то таинства, что делать? Вот. Я намекаю к тому, что, вообще говоря, тема не самая очевидная, с первого взгляда довольно тяжело в нее въехать, и бывают сложности с пониманием, то есть вам нужны какие-то усилия, порог вхождения довольно высок. Вот, я предлагаю идти дальше, да, ну вот, допустим, вы третью тему, третью ссылочку посмотрели, есть еще одно определение, четвертую вы уже смотрите, но это уже все на худой конец, уже мало кто добирается до четвертой ссылки. Вы открываете определение от Microsoft. Я вам сбегаю вперед, скажу, что вообще говоря, реактив-программинг было придумано в недрах Microsoft. Вау, никто не вскрикнул удивлением, ну и ладно, не очень-то и хотелось. В общем, у Microsoft есть свое определение, и вот как оно звучит. Реактив-программинг is a library for composing asynchronous and event-based programs using observable sequences and link-style query operators. Что? В общем, мне это тоже в свое время не помогло, когда я прочитал. Я не знаю, я не специалист по .NET, там еще что-то, я не знаю, что такое link-style, event-based, ну, наверное, я понимаю, что такое. Observables плюс link плюс schedulers тоже мне ничего не говорят. И, в общем, в этот момент, как правило, люди бросают, уже не копают дальше. Ну и ладно, что-то сложное, наверное, не знаю, из нефтяной промышленности. И мне это не надо. Сложно, но ничего. Вот. Ну, вы начинаете все-таки смотреть еще какие-то вещи, вы находите слова, там, термины reactive, propagation of change. Вот часто встречается, когда объясняют reactive programming, там есть слова propagation of change. Ну, это, что какие-то происходят у вас вот изменения, да. Понятно, что они происходят. Если бы ничего не менялось, наверное, и программа бы не работала, да. Но что-то происходит, и что же у меня все не reactive? Почему так? Вот. А, кстати, да, я не оговорился, забыл сказать вначале, да. У меня все на английском написано. Ну, во-первых, чтобы показать, что я знаю английский, да, вы должны знать, что я образованный человек. Но, во-вторых, основная идея в том, что там в основном термины, слов особо нет больших, да, а термины тяжело такие переводить. И мне вообще не нравится, когда пытаются активность переводить. Ну, это что за активность? Какая еще активность? Все термины, которые пришли в программирование, да, они как правильно английский, мне не нравится их переводить, поэтому я стараюсь вот так вот все писать. Тут слов будет мало. В основном картинки такие веселые. Ну вот, в общем, очень-очень много всего и много определений, ничего не понятно, и надо как-то попытаться это описать. Есть люди, которые дошли до того, чтобы это сделать довольно просто и понятно. Мне нравятся некоторые варианты этих определений. Вот, я тоже в свое время как-то даже свое дал, но есть более лаконичные, да. И вот как это звучит, вот чтобы просто и понятно, да, реактивное программирование – это программирование с использованием асинхронных потоков данных. Уже как-то лучше, когда простые слова, когда просто это поток данных, да, и слово асинхронное, ну, значит, наверное, да, там в каких-то разных потоках можно что-то там вычислять, и это все через какой-то поток данных проходит. Вот, по сути, все реактивное программирование вот в этой простой фразе и заключено. Какая идея в этом о всем лежит? Естественно, это все не ново, да, и, как правило, сейчас вообще такие времена, что каждые 10 лет кто-то раскапывает какую-то старую технологию, называет ее новым именем, и все радуются, и как будто бы открытие новое делают. Вообще все было давно, все было придумано, там, не знаю, еще в 60-х, дедушкой, кнутом и прочими. Тогда и сейчас просто, ну, может быть, это как-то формализует, там, чуть иначе использует и все такое. Понятно, что, то есть идея не нова, да, что у вас уже были подобные там решения, наверняка вы все пользовались ивент-басом когда-нибудь, да, какая-то штука, куда у вас есть подписка, и при изменении чего-то оно там бросает какие-то ивенты, да. Вот, это, в принципе, то, что заложено в идею реактив программинг, но это несколько, там, прокачено, да, это с наращенной мускулатурой, и вы поймете чуть позже, почему. Вот. Все можно делать вот в парадигме стримов, которые мы сейчас обсудим, вот, и помимо самих этих стримов, да, вы можете не просто какой-то, ну, вот стрим это что, это просто какие-то данные, которые, не знаю, вот я взял там лист из 100 элементов, да, я по очереди каждый его элемент в некий ивент-бас, да, там, пощу. Вот. И, по сути, вот это и есть. Но мы можем брать один такой дата-стрим с другим, как-то там их комбинировать, что-то с ними делать, и вот тут уже начинается магия. И тут как раз вот эта вот мускулатура, которая там в этой идее, в этом и заключается. Ну, тоже простой пример, чтобы понимать, как это. Императивное программирование A равно B плюс C. Мы меняем B, и чтобы пересчитать A, нам надо сделать A равно B плюс C. Ну, понятно и очевидно, да. Когда у нас реактив-подход, мы меняем B, и A само пересчитывается. Ну, то есть вот так просто. Если еще проще, я не знаю, можно, знаете, какой пример? Мне очень нравится реактивное фактическое программирование, с которым мы все точно сталкивались, в Excel, когда вы несколько формул набили. Вот. И потом меняете значение, и куча ячеек сама пересчитывается. Вот в чистом виде, да. Ну, не реактив в программе, но просто реактив парадигм. В Excel, конечно, мощная штука, интересная. Вот. Ну, окей. Идея очень проста. Да, в принципе, она понятна, да. И давайте уже постепенно, постепенно в это чуть погружаться. Стрим, да. Стрим данных – это некая последовательность событий, да, которые происходят в течение времени. То есть, как это все рисуется обычно для… Мы потом рассмотрим, целое название имеет marble-диаграммы. Ну, у нас есть течение времени, да. И вот я, скажем так, запостил. Ну, мы говорим в реактив программе «эмит», «заэмитить», ну, как это, «отправить», ну, не знаю. Видите, тяжело переводить термины. «Эмитить» первый элемент, второй элемент потока, третий, четвертый. У нас может быть ошибка, и мы можем закончить стрим данных. Все. То есть, в принципе, вот так это все обозначают. Бывает, рисуют даже вот в таком виде стрим данных, да. Это довольно часто можно в документации где-нибудь найти, особенно если вы в сорции RxJava полезете. Там много таких штучек нарисовано. Ну, по крайней мере, раньше было, сейчас, не знаю, сейчас там переписали много. Вот. ABCD – это у нас элементы, да, которые мы имитим в поток данных. Это ошибка. Это завершение работы стрима. То есть, когда все, он закончил всю работу, больше ничего там нет. Ну, и в чем прелесть еще всего этого реактивного подхода? В отличие от просто EventBus и каких-то ваших начинаний, как правило, запутанных RxJava и Reactive Extensions, да, имеют довольно жесткий контракт. Все эти даты стримы, да, которые мы будем в дальнейшем обсуждать, они имеют жесткий контракт в виде того, что они могут послать какое-то значение, заимитить какое-то значение. Они могут завершиться ошибкой и могут послать сигнал о том, что все, я все закончил, я все завершил. И вот благодаря этому как раз контракту все становится несколько проще в нашем мире программирования. Что-то такое. Еще, ну, тут просто термины, да, я сейчас вам объясню. Еще прелесть в том, что здесь все значения, которые могут нам прийти от этого дата стрима, да, изначально асинхронны. То есть не я, да, там, дергаю и получаю, а меня дергают, когда происходит то или иное событие. Какой-то эмит нового значения, или там все завершилось, или ошибка дергают меня. Это важная штука в контексте того, что мы хотим как-то упростить жизнь работы с многопоточностями. Ну и понятно, что мы говорим, что мы, у нас есть обзерверы, мы к ним сабскрайбимся, да, чтобы получать какие-то обновления значений. Вот. Ну и там будем сейчас их каким-то образом комбинировать, смотреть, как дальше с этим работать. Сейчас забегая вперед, да, немного мы там, потом я вам примеры кода какие-то еще буду показывать. Вот сейчас, чтобы у вас просто в глаза как-то на код посмотрели, как это все выглядит, самые простые вещи, да, вот, чтобы мне работать. Понятно, я подключаю там какую-то библиотеку RxJava, это код на RxJava. И вот это простейший способ создать какой-то observable, который является вот как раз единицей реактив программинга. Это их тип, который объявлен. Мы просто говорим observable create какой-то там у нас factory, да, лямбда с эмиттером. Эмиттер это объект, который существует вот у observable, который позволяет нам что-то эмитить. То есть вот здесь я, например, сделал запрос на сервер, получил ответ, а потом говорю, не написал почему-то, эмиттер там, он next там, эмиттер отправь в значение, вот результат, который вычислил. Самый простейший вариант, что дальше происходит? Вот мы создаем, мы создали наш observable, только что я это показывал, да, и теперь мы можем кого-нибудь, не знаю, какой-нибудь activity, еще что-то там, подписаться на этот observable. Мы говорим subscribe в каком-то месте, да, мы говорим, когда придет, когда придет какой-то string result, сделай вот эти вещи. А если придет throwable, да, ну какая-то ошибка случится, сделай вот эти вещи. Вот, уже какой-то каркас это должно в ваших глазах обретать. Можно там пойти дальше, усложнить еще чуть-чуть, помимо того, что мы сделали какую-то работу, да, computational такую интенсивную, вот мы подписываемся, мы говорим, что я хочу получить, observable, да, observable полученные данные в main thread Android аппликации. Ну, например, можно там на разных дел, понятно, да, а subscribe, то есть всю вот эту интенсивную работу, которая будет здесь, я хочу сделать на computational каких-то, ну, на средах, которые созданы для того, что там какой-то thread pool, короче, под ногами. Вот, и уже становится, да, то есть, смотрите, мы можем как-то говорить, каким образом нам переключать потоки и как-то с этим дальше работать. Можно еще пойти дальше, еще чуть-чуть усложнить. Мы можем, помимо того, что мы сделали раньше, да, добавить еще, например, фильтрацию, то есть отдай мне только те строки, да, там, которые мы получим, у которых длина больше пяти. Мы можем сказать, а когда завершится вообще весь поток данных, сделай какие-то действия, сохрани их. И согласитесь, что это довольно просто выглядит, то есть, когда вы вот на это смотрите, по идее, у вас должно быть, понимая, так, ну, пока вы еще терминов, может быть, не знаете, но если знаете, это довольно легко вообще осознать. Вот здесь мы фильтруем что-то, здесь говорим, что когда все выполнено, довольно читабельно получается. Это один из плюсов, который дает нам как раз реактив программинг. Ну, не знаю, еще завершающий самый простой пример, который там может быть, да, мы создали Obserable, а сейчас про это поговорим. И когда мы подписываемся, все те же действия, что были раньше, да, я получаю в ответ при подписке, при subscribe, да, некий Disposable объект, который я потом в какой-то момент, ну, допустим, все, мое приложение там свернули, мне уже, или там нажали кнопку отмена, да, вот этих действий. Я могу сказать Dispos, не надо мне все эти действия, меня уже все там отменили. И вот с помощью этого механизма, да, я могу еще и отменить действия, которые я там где-то интенсивно вычислял. Вот, ну, это такой экскурс, мы немного забегаем вперед, чтобы вы просто понимали, как это будет выглядеть. Вот, ну, а дальше давайте поразвлекаемся. Я вот пришел, да, к вам такой смелый, говорю, что вот, reactive programming, это здорово, а как бы обосновать все то, что происходит? Ну, вы можете сказать, Дмитрий, мы уже, знаете, несколько лет все это ваше программирование учим, мы уже весь concurrency package изучили, мы вообще крутые, и вот то, что не надо нам, мы и без этого неплохо, вот. Вот, и, в общем-то, будете правы, но все-таки определенное обоснование попробую вам развлекательно предложить. Зачем нам все это? Представьте, что вы живете в 19 веке. Вот это выглядит примерно как на картинке. Вот, и основное средство передвижения во всем этом великолепии – это лошадь. И вы вот с утра, там, не знаю, садитесь на лошадь, едете на работу. И все, в общем, у вас неплохо. Вот, но тут из будущего приезжаю, например, я, вот, и показываю вам автомобиль. Вы, конечно, с удивлением смотрите сначала, привязываете своего скоконата там к салуну, я не знаю, к чему. И я говорю, вот, пожалуйста, у меня есть будущее, это вот средство передвижения. Вы недоверчиво смотрите на эту штуку и, наверное, хотите спросить, а как же на нем передвигаться-то? Вот, я начинаю рассказывать, что вот вы садитесь, у вас есть ключ зажигания, вы запускаете, срабатывает стартер, дает поток, там, не знаю, цилиндры начинают работать, вы переключаете передачу, начинает работать коробка. Я, вроде бы, вы так, ну, сложно, но, наверное, можно въехать. Потом я начинаю рассказывать, что нельзя просто так ехать с этим знанием, вам надо выучить правила дорожного движения, какие-то знаки, вам обязательно нужно сдать экзамен, чтобы ездить за рулем, да, там, в автомобиле. А как вам вот learning curve, да, от вот этой парковки задом? Это тяжелый обычный элемент, если вы не знаете, там, не каждый сразу уезжает, как это сделать. И, конечно, помимо всего прочего, надо построить дороги, чтобы ездить, да, на автомобиле. Вот, и вы так вот садитесь в эту машину, там, пытаетесь, ну, там, или как, это шпоры, там, сиденья пришпорить, а машина не едет. И вы, не понимая, заходите на стеку и флоу, и начинаете писать, как бы, а как ехать на автомобиле. Вот, и вам что-то отвечают, и вопрос вы задаете так с трудом, и, в общем, я сижу, смотрю на это с такой же флоу и печалюсь. Вот. Вам что-то ответили, машина все равно не едет, там, шпоры, ну, в общем, ничего не помогает. И вы начинаете думать, а может и ничего, лошадь-то моя, вам проект там сдавать. Я вообще люблю лошадей. Некоторые вообще целый континент умудрились завоевать с лошадьми, да, ну, так-то, лошади и копье, вот, и ничего. Ну, вы понимаете, что, вы знаете, может, это не для меня лошадь, вот, лошадь, я люблю лошадей. Но машина лучше. Но машина лучше. И что я пытаюсь сегодня вам сказать, смотрите. Вы сейчас, вот, когда я вам пытался рассказать, да, насколько сложно вообще управлять автомобилем для человека из 19 века, вы, наверное, понимаете, что вы в своем уме вряд ли бы выбрали лошадь как основное средство передвижения. Вот, вряд ли. Это очень прям странно. Вот, и несмотря на все эти сложности, ограничения, которые это в себе несет, да, вы выберете автомобиль. И вот примерно то же самое можно подвести под обоснование Ригжао. В принципе, можно и с лошадью, да, то есть можно и по старинке, и как-то большие серьезные системы делать так, как раньше. Но машина лучше. Вот, поэтому не горячитесь сразу, когда у вас там, не знаю, почему-то не пойдет в первый раз, второй раз, и это будет тяжело там внедряться в ваш проект. Он говорит, ну, пробуйте, смотрите, в итоге это автомобиль. Откуда это все пошло, возвращаясь, все-таки, уходя от темы лошадей. Откуда все это пошло? Раньше в IT было чуть попроще. Вы, наверное, помните времена, но я точно помню, когда фактически не было никаких сетей, когда там интернет был, дай бог, по 56К модему, если 56К, это было хорошо, в общем, и похуже было. И тогда было не так много различных веб-сервисов, серверов и всего прочего. Но со временем это все развилось. У нас сейчас только у ленивого нету там смартфона в кармане, у которого куча запросов, приложений проходят. И кто-то эти все запросы обрабатывает, да, они же не просто так куда-то уходят. Значит, какие-то есть сервера, какие-то базы данных, что за них делают. Вот. И вы видите, да, что сильно за последние годы подросло требования к нашим компьютерным системам. Подросли требования, которые мы хотим, чтобы наши там программы им соответствовали. Плюс разработка и вообще software, да, вот development, это сложная вещь. Там куча технологий. Они с каждым годом, не знаю, увеличиваются в количестве. Вы постоянно вынуждены что-то изучать, читать, пробовать и так далее. Вот. Сложность, в общем, только растет, мне кажется. Единственное этому опровержение, это go, например, да, который... Они намеренно сказали, нет, давайте попроще. Мы устали от всего, давайте попроще. И, в общем, я их понимаю. Я тоже про это попозже поговорю. Ну, помимо этого, естественно, проблемы, которые были до и есть сейчас, это то, что у нас есть стоимость всего этого, да. И, ну, понятно, что разработка софта, она состоит из, собственно, разработки, из поддержки, из наших серверов, которые стоят и работают. Ну, там, в общем виде. Вот. И понятно, что так как вот эта вся индустрия постепенно развивается, растет все больше и больше, хочется тратить на это не так много, хотя бы непропорционально. Вот. И из всех этих проблем, как бы это странно не звучало, но и появилось в реактив программинг как термин, как парадигма. Вот. Как я уже упоминал сегодня, оказывается, что реактив программинг придумали в недрах Microsoft. Я, вообще говоря, удивился. Ничего себе, думаю. Это было в каких-то там 2006, по-моему, год. Некто Эрик Мэйр, который, он там профессор в каком-то университете, был в Америке где-то. И, помимо этого, он был достаточно известный, как я понимаю, и у Microsoft в качестве там ресерч какого-то лида наняла к себе, чтобы он там какие-то проблемы решал. И вот, по-моему, в 2006 или 2007 что-то такое. Насформировали команду, которую послали бороться со следующей напастью. Microsoft уже тогда... Ничего не происходит. Давайте посерьезнее. В Microsoft уже тогда, в 2006 году, понимали, что серверов становится только больше. Данные надо где-то хранить, как-то их обрабатывать. Сервисов все больше и больше. И они уже тогда осознали, что беда грядет. The winter is coming. И вот уже тогда... Я ничего и не думал, честно говоря, в то время об этом. Вот они заморочились, решили понять, а какие же там проблемы. Вот я их, собственно, перечислил раньше, да. Ну, вот еще они добавили прикладных своих вещей. И, собственно, на .NET, как я понимаю, написали первую реализацию RxJava руками Эрика Мэйера и его команды. Они каким-то образом для большого количества серверов, чтобы поменьше с той же нагрузкой работать, чтобы меньше была нагрузка на серверах, чтобы их меньше покупать. Вот все это они как-то сделали и стали использовать. Но особо никак это не декларировали. Они это сделали сугубо для себя в Microsoft. Ну, некоторые особо прозорливые на тот момент люди, такие как Дэвид Карнак, они увидели... Дэвид Карнак, это человек из какого-то НИИ там в Будапеште где-то. Он увидел тогда, что, ой, ничего себе, какое интересное решение от .NET, это же тогда закрыто, все было, да, еще нету никаких исходников. Еще попробуйте доказать, догадайтесь, что там внутри происходит и почему это вообще здорово. Он пытался это как-то ковырять, пробовать исключительно по API и создал свою первую реализацию, Reactive for Java, она называется. Потом уже там Netflix подтянулся, Netflix осознали, что, господи Иисусе, сколько мы тратим на все эти сервера и так далее, давайте что-нибудь зарефакторим, чтобы было подешевле, как-то попроще и так далее. Они тоже сделали там свою реализацию, и где-то вот в начале 2010-2011 года на Java появилась скопированная API-реализация Дэвида Карнака и Netflix. Netflix это увидел, тоже он написал Карнаку, давайте, ребята, не тратить силы на разные библиотеки, объединимся, и позвали Карнака к себе, он и сейчас там до сих пор разрабатывает RxJava-репозиторий. Вот, и, в общем, из двух библиотек слепили одну, и вот в 2011 году, насколько я понимаю, в 2013 году Netflix запаблишил это в Open Source и сам стал использовать. У них, кстати, тоже там интересные рефакторинги, вот Бен Кристенсен, который в Netflix все это сделал, у него очень много интересных вообще грядокладов, рекомендую вам посчитать. Ну, вот с тех пор в Java там случилось много воды утекло, уже больше 5000 коммитов, это, в общем, большая серьезная библиотека. А, вот, кстати, Бен Кристенсен, это он, собственно, есть, сейчас, кстати, в Фейсбуке работает, что меня тоже удивило, надо же, думаю, в Фейсбуке работает, ну и ладно. Вот, это как вот все зарождалось. Ну, есть еще и другие люди, которые там так или иначе повлияли на все это, особенно в мире GVM. Создатели АК и Lightband, вот этой фирмы, которая делает там этот фреймворк и все остальное. Project Reactor, это создатель, ну, тоже известный товарищ Стефан Мальдени, Эндрю Штальц, очень крутой JS-разработчик. То есть там не только бэкэндеры, вот мне очень нравится его выступление, он там весело все обычно рассказывает. Естественно, Мартин наш, солнышко Адерский, да, если вы не смотрели его курс на Курсере по Functional Reactive программе, ну, там у него много разных курсов, которые, в общем, про одно и то же. Вот, Мартин Адерский, это создатель Скалы, вообще говоря. Это, ну, прям интересно. Это, не знаю, как сюда попал, пусть будет. Вот, и эти все, фактически все эти люди, да, как я упомянул, это такие отцы-основатели современного реактив-программинга. В итоге все это родилось сейчас в нашем мире GVM, да, на несколько реализаций. У нас есть даже в Java 9 уже какая-то реализация реактивных стримов, Reactive Streamwork, это open-source спецификация, да, всего этого дела. Но она, я вам скажу, не бей лежачего. В общем, там не очень удобный API, она для совместимости, как я понимаю, в Java 9 сделана, чтобы разные фреймворки там могли с собой взаимодействовать по интерфейсам. Не очень, в общем. Есть RxJava, довольно такая mature, да, библиотека, которая уже себя зарекомендовала, пережила уже две версии. Вот, то есть, знаете, да, что хороший программный продукт, это продукт, который написан дважды был. Потому что первый раз плохо, как правило, пишешь. Вот, а когда ты переписываешь его второй раз, уже хорошо. Вот, RxJava уже версия 2, поэтому все нормально. Можно не бояться пользоваться. Есть Project Reactor, который считается более прогрессивным в сравнении с RxJava. Он появился чуть позже, и он там такой, ну, чуть-чуть другой, но все про то же самое. И чуть более перспективный, возможно. Но он, по-моему, Target Java 9 имеет, и, в общем, у вас требуется. Если вы на бэкэнде делаете, то там можно этим всем пользоваться. Вот. Это что такое? Это что такое? Ай-яй-яй, опечатка в слайде. Ну, ничего. Крутины с ченнелами в Котлине, это, в принципе, про то же самое. Просто крутины, это не то. А вот крутины с ченнелами, это уже как-то похоже. Там можно же сделать что-то подобное, как в этих фреймворках. Акка. Ну, и вообще их много решений существует. Я, наверное, вот здесь самые большие перечислил. Вот. В общем, как-то это все живет. Ну, и почему RxJava на Android вообще крайне популярна стала? Ну, во-первых, потому что, вы знаете, в Android у нас проблемы с Java. Мы до сих пор Target 8, по-моему, имеем. И RxJava так популярна в Android как раз потому, что она тоже имеет своим таргетом старые версии Java. Реактор вы так просто не подключите. Вот. Ну, и в принципе, она очень неплоха. Сама по себе. Можете на нее потом посмотреть. Тоже, откуда все это пошло? Ну, понятно, что до этого тоже как-то программировали. И все, в общем, было неплохо каким-то образом. Вот. Изначально все это... Можно вот на такие какие-то основные кирпичики разбить. У нас был паттерн-итератор, да, который там решает какие-то проблемы. Ну, знаете, итератором все, наверное, пользовались, да. Вот. Что он делает? Он дает вам некую абстракцию при итерации там по объектам, да. Вам не важно, что у вас там, какой-то там лист или, там, не знаю, очередь или еще что-то, да. Он инкапсулирует где-то вовне у себя тот механизм, которым он сделан. То есть у вас какой-то один общий интерфейс для итерации. Вот. И он, ну, позволяет добавлять новые объекты и тоже там итерироваться. В общем, вот это все решает паттерн-итератор. Также был отдельный Ganko 4, который там написан, и, в общем, неплохо. Паттерн-обзервер, да, который тоже позволяет получать какие-то обновления, изменения там в каких-то данных, да, и извещать большое количество слушателей об этом. Понятно, что разные проблемы, вот. Но если вот эти все вещи совместить, да, итератор, паттерн-обзервер, то фактически мы приходим вот к этой концептуальной идее, да, reactive programming, которая так популярна ныне, сегодня. Просто вот объединили эти штуки, а оно получается, это вот даже, видите, чтобы не соврать, картиночка. В чем это проявляется все, да? Вот. Ну, какие основные свойства, да, у всего этого получается? Вместо того пула объектов, которые мы делаем, ну, мы когда, там, не знаю, итерируемся, говорим, там, next, next, да, там, has next, не знаю, там, получить. Вот. Здесь все работает немножко по-другому, здесь вас дергают. То есть не я говорю next, а когда что-то случилось, мне говорят, а вот тебе next. Я вам, хорошо-то как. И благодаря этому появляются разные свойства, да, например, мы можем бороться как-то с backpressure. Одна из задач, которую решал вот Эрик Мейер, когда все это придумывалось, насколько я понимаю, это то, что иногда у вас может быть огромный поток входящих ивентов каких-то, да, и вы просто не успеваете их лопатить. Это, ну, в общем, известная проблема. То есть, допустим, у вас там два сервера, которые нагенерили столько, что ваш единственный там сервер, который обрабатывает часть, ну, эти запросы, да, там, он не справляется. И вот здесь можно использовать, реактив программинг решает проблему с помощью backpressure. Они говорят, например, когда мне сваливается слишком много объектов, и я поддерживаю это, я могу сказать, полегче, мне надо помедленнее. Вот, и, ну, там есть механизмы для этого, поэтому это большое дело. Понятно, что благодаря этому появляется свойство того, что мы асинхронными можем становиться. То есть, когда меня дергают, да, фактически не обязательно, чтобы меня дергали синхронно, что вот эти все вычисления, когда это через вызов, да, через какой-то callback, да, нету никакой проблемы сделать это асинхронно, как раньше. У нас появляется concurrency и параллелизм, который, ну, тут вообще сложная история, на самом деле контракт довольно сложный у всего этого, вот наши основные три действия, которые я описывал в самом начале, да, он next, он complete, это он error, это все фактически, что в нашем контракте есть, реактив программинг. Вот все эти действия, да, они должны быть thread safe, они должны быть в рамках одного потока работать, да, они могут получать там обрабатывание, но вот эти все вещи, у меня не может быть два одновременных, он next. Они должны быть последовательными в рамках, но они должны быть thread safe. Это вот единственный фактический контракт, который накладывает на вас RxJOW и по-другому, то есть, ну, например, вот я так, конечно, не пишет вообще, эти все три примера плохие, их не надо повторять дома там и все дела, но это для наглядности. Вот здесь я могу внутри обзоров, было, да, которые я вам уже показывал, создать новый поток, в нем сделать, запустить, и вот это будет окей. Вот это, когда я сделаю два эмита в одном потоке, два в другом, это будет нарушать контракт, это может там дикие падения вызывать, и, в общем, так делать никогда нельзя. Вот, поэтому, вообще говоря, вот этот вот способ, Obserable Create, он считается достаточно плохим, и не надо им пользоваться. Есть другие способы создать Obserable, я вам потом покажу. Вот, и с этим могут быть проблемы. А тут что-то прям, а, ну тут вот можно, вот как решить эту проблему, когда вам надо в разных потоках, да, вот, ну тут же, правда, да, сложные вычисления раз-два, и вот три-четыре. Нам надо же как-то их, может быть, параллельно сделать, вот, и вот тут можно как раз комбинировать все эти потоки. То есть мы можем сказать, что некое Obserable, а смёрз же мне вот одно и второе Obserable, и тогда это будет работать, и тогда это будет именно так, как вам нужно. То есть нету проблемы с нарушением этого контракта, и при этом там данные будут вычисляться в других потоках. Ну, и почему же вы так сделали, да, что вот все эти оннекс, там, например, да, нельзя вызывать из разных потоков. Ну, во-первых, вы когда работаете с этим, вам не нужно вот этот defensive style программирования писать, когда вам всё время надо, там, не знаю, на нулы проверять, ещё что-то, потоки проверять. Это накладывает много проблем. Не надо, в общем, с этим бороться. Без этого жить гораздо легче. Опять-таки, когда вы что-то там делаете, вот у вас оннекс, например, да, вы считаете, не знаю, число Фибоначчи это называется, да, когда складывается предыдущее, прошлое. Вот, видите? Они всё ещё забыто. Вы когда это считаете, вам нужно каким-то образом аккумулировать, да, там, значения и так далее. Если у вас происходит в разных потоках, много проблем с этим, вы не можете это сделать нормально. То есть, часть операции просто должна быть так сделана. Но этой части перформанс может страдать. Все эти накладные расходы с переключениями и так далее. У вас, в общем, там есть в книге как раз этого Бена Кристенсона, описано, почему ещё и по перформансу. Не хочу вот сейчас на этом углубляться, у нас много всего. Прелесть также, которую даёт нам вот этот подход, он лейзи по определению. И вы можете вот написать всякие штуки, как я показывал, да, там, фильтр какой-то сделать, многие операции, ещё что-то, но они не будут сразу выполняться. Вы обычно, когда вот что-то хотите, не знаю, фьючер какой-то сделали, вы как только сабмит сделали, да, всё, оно пошло вычисляться. А тут все операции по умолчанию фактически лейзи. Вы начинаете их только, когда вызываете волшебное слово subscribe. Когда вы готовы, всё настроили, у вас там подходящие условия, дзен, вот, и тогда всё начинается. Это удобно. С этим хорошо, я потом тоже покажу попозже. Вот, ну ещё прелесть, что, я не знаю, вот у меня есть там observable, который делает запрос на сервер и даёт результат, да. Вот оно есть, я могу один раз сделать subscribe и второй раз сделать subscribe сразу же. И будет, вообще говоря, может быть два разных результата, если данные на сервере в этот момент изменились. Ну, тоже маленькая, удобная, как бы, штука. Вот, ещё прелесть в том, что есть свойство duality, так называемое. Оно повторяет, вообще говоря, интерфейс фитера был. Вы можете всегда, да, там, с каким-то объектом данных работать, вы понимаете, что это, в общем, важно и нужно. Что я вам рассказываю, глядя в ваши понимающие глаза. Вот, ну и вы можете, то, что у вас отсутствовало обычно в асинхронном подходе, вы можете имитить много значений. То есть коллекция может, вы можете итерироваться фактически по коллекции, возвращать много значений и делать это асинхронно. Это ли не прекрасно? Не этого ли вам хотелось вот всё это время, когда вы программировали без реактивных программ? Ну, ладно, давайте посмотрим дальше, что тут есть интересного. Кстати, часто упоминают вообще вот эти слова реактивных программ со словами function reactive programming. Вот, и курс Мартина Адерски, да, он как раз, по-моему, так и называется, function reactive programming. Почему? Ну, вообще говоря, просто очень удобно в реактивном подходе использовать лямбды и прочие штуки, которые у нас есть в functional programming. И фактически поэтому так и называют. Там без лямбд довольно тяжело это всё смотрится. А даже когда ещё не было поддержки лямбд в Android, кстати, было такое время, не так давно. И тогда использовали ретро-лямбду для того, чтобы вот как-то сделать удобную жизнь для реактив программинга. Без них там плохо. Ну, и понятно, что всякий functional подход для этого тоже довольно подходит, когда у вас там pure function, да, у вас нет никакого стейта, вы сразу всё вычислили, там по всем прошли своим. Будьте здоровы. Чуть не разорвало, да? Сейчас кровище было. Ну, ладно, поехали дальше. А теперь вот с временами, да, я ещё говорил про вот эти вот слова реактив-манифеста в начале, которые там, ну, сильный мир осего там объявили, сказали, что давайте жить все вот по реактив-манифесту, которые, ну, помните, я ещё сказал, что там всё как для продажи технологии менеджерам существует. Вот мы дошли до того, чтобы понять, почему это и как это. Ну, в общем, это действительно относится к реактив-программингу, потому что если вы начинаете технически, да, там, свою реализацию проекта делать с помощью вот подхода message-driven, event-driven, message-driven, в принципе, очень похожие термины. Вот в прошлой итерации реактив-манифеста они его называли event-driven, но потом, видимо, этот термин там, ну, там есть объяснение, почему. Переехал в message-driven. Когда вы технически его реализуете таким образом, да, получается, что ваша система, она становится эластик, да, она становится масштабируемой. Ну, у вас есть возможность, да, каким-то образом, ничего не меняя, да, увеличивать там объём выполняемой работы. Она у вас, благодаря message-driven, становится устойчивой к сбоям, по контракту вы обязаны, да, выполнять он-эрор, вот этот вот кусок, да, и когда вы вынуждены это делать, сразу как автоматом легче становится. Вы это почему-то делаете, и хорошо получается в итоге, ну, то есть у вас программы становятся более устойчивыми, да, более упругими к сбоям. И всё вместе, все эти вот факторы, они дают то, что ваша система становится более респонсив, вот. И респонсив в том смысле, что если у вас там, не знаю, один сервер отказал, но, несмотря на это, вся система продолжает работать, там вам показалось, что вот этот кусочек не может работать, это ошибочка и так далее. Вот, и вот в этих терминах и пытаются реактив-манифесты всё это писать. Ну, ещё почему реактив это называется, ну, так, для общего развития, всегда, когда я что-то раскрою, мне нравится, этимология всякая. Там, не знаю, к примеру, отличёмся. Яндекс, почему Яндекс называется? Как это? Давайте зачётку. Всё правильно, да. А когда Волош и Сигалович придумали это, они хотели сделать что-то, связанное с поиском, а поиск – это что такое? Это индексация, это индекс, да, и что-то русское. А русское – это буква Я, естественно. И вот появился и индекс, и Яндекс. Вот здесь, примерно, то же самое. Что такое реактив-программинг, что такое реактив-манифеста? Это всё, что на что-то реагирует. Это не реактивный двигатель, как вы думаете, да? Просто мы реагируем на ивенты, мы реагируем на повышение нагрузки, мы реагируем на ошибки, мы реагируем на действия пользователей. И вот таким образом это всё называется реактив. Вот. Ну и что, мы пришли к интересному, к формальному определению, что такое RxJava. Это вот как она называется, насколько я понимаю, до сих пор у них на сайте. И сейчас вам уже, когда вы, не знаю, посмотрели не просто первые слайды, не погуглишь, так же словами, сейчас должно быть понятнее, да, почему люди так пишут, почему так называют. И как уже с этим жить. Здравствуйте. Вот, чек, довольный, пришёл. Да. Ну, продолжаем тогда. Ну, собственно, мы уже даже посмотрели на это, да? У нас есть некая сущность observable, которая тот или иной контракт выполняет. Есть у нас on-next, когда мы получаем новые какие-то ивенты, да, месседжи, а у нас есть ошибка, он completed. Понятно, что observable – это общий класс, там есть какие-то другие реализации, например, бывает же такое, что вам не надо ничего вообще имитить, у вас нет значения. Ну, для этого существует там у нас в RxJava объект completable, который просто ничего не имитит, только он completed. есть сингл, если у вас нет потока данных, а у вас, например, просто один запрос, который возвращает результат или возвращает ошибку. Тут другого-то не дано, да, вот для этого используется сингл. Ну, и есть, помимо этого, ещё flowable. Это вот как раз в первой RxJava, если вы трогали её когда-нибудь, да, работа с backpress'а была всё в рамках одного класса. Сейчас в RxJava 2 их разделили на observable и flowable, как раз, чтобы понимать, что отношение этого абзира было к backpress'а. Что ещё? Тут что хочется сказать? Какие проблемы это всё помогает решать? Вот вы же там здравые люди, вы там наверняка package concurrency смотрели, там future умеете создавать, но есть много проблем у подхода, подхода, когда вы делаете, не знаю, там асинхронные действия с фьючерами, например, да, чуть не сказал фьючерсами, когда вы работаете, у вас бывают сложности, когда вы nested объекты создаёте, да, когда у вас там результат одного зависит от другого, у вас большая вложенность, куча callback'ов, это всё приводит к довольно сложному коду, а если вам надо какие-то параллельные действия вести, у вас какие-то latch'и появляются, это тяжёлый код. Я вам не буду сейчас доказывать, вы можете потом вот эти посмотреть великие, простые, но великие примеры, да, как это выглядит в реализации на фьючер, и потом сравнить, как это выглядит на RxJava, и это всё решает проблемы. У вас, вы уходите от этого callback hell, у вас парализация на, как обычно у вас, не знаю, с фьючера работают люди, они там сабмитят это в какой-то средпул, да, ну и что дальше делают? Вот future.get, прекрасная параллельность. Только что мы отправили, и тут же начинаем вейтить, когда оно исполнится. Ну, это классика, куда ни посмотришь, это, конечно, неправильно, так делать не надо. Конкуренции здесь в этом никакой нет, если вы сразу лочитесь, да, как бы на тот самый фьючер, который запустили. Вот, а с Rx это всё настолько наглядно по сравнению с примерами выше, ну, в общем, если вам любопытно, почему это интересно, вот попробуйте осознать эти две вещи, и потом посмотреть на это. Что дальше? А, вот, кстати, вот, нет, это вот здесь все плохие примеры, вот здесь у меня хороший, я его хороший даже, смотрите, как-то умудрился вынести на слайд. Ну, вот здесь три параллельных запроса, даже читать это всё довольно легко, да, вот, мы тут делаем какие-то запросы, получаем видео, и flat mapping, господи Иисусе, где-то там просто формируется результат. Здесь мы параллельно делаем три запроса, да, получаем букмарк, рейтинг и метадату, и они у нас все начинают выполняться параллельно, вот, вот, в этом действии, и мы получаем результат только, когда они все одновременно выполнятся. Вот, это всё поместилось в какие-то там, ну, так, сколько на вскидку здесь, 30 строк кода, да, когда вы откроете ту же самую реализацию на фьючерах, боже мой, там не 30, а 300 строк кода, как бы, и их гораздо тяжелее понять. Сделать три запроса параллельно, одновременно дождаться, и чтобы всё это вот в красивом жизненном примере, как бы, ну, это непросто. Я думаю, что вы страдали подобным, и у вас есть такие проблемы. Дальше, чтобы понимать, нам потребуется каким-то образом понимать марбл-диаграммы, на которые мы посмотрим. Ну, они, в общем, простые, там у нас есть и мид каких-то значений, это разные типы значений, там фигурками обозначаются, да, это у нас завершился поток, это ошибка, и, вот, кстати, прелесть реактив-программинга, вы когда-нибудь видели бесконечные листы в RxJava? Ну, вообще в Java какие-нибудь, бесконечные. Вот, а в RxJava вы можете, вообще говоря, делать бесконечные листы. Ну, у вас итер был бесконечный. Что? Ну, он никогда не заканчивается, он продолжает работать, вот так. Ну, например, да, я не знаю, какой-нибудь, у вас каждую секунду, часы вот тикают, да, и вы каждую секунду отправляете какое-то значение. И пока у вас будет работать сервер, он будет каждую секунду это делать. Он бесконечен. А вы поздно пришли. Ничего, потом нагоните, нормально. Пересдадите. Не волнуйтесь. Ну, другие уже понимают. Ладно, не будем на этом останавливаться, а то совсем будет долго. Вот. Когда вы начинаете что-то делать, там вообще крутая документация у Reactive Extensions, да, на этом сайте. Вот есть целое дерево событий, вот, а что же мне надо сделать, чтобы... И вот здесь вот всякие ветки действий, как вам пойти куда дальше, что вам использовать, чтобы достичь вашей цели. И вот здесь я хочу вам как раз с помощью этих Marble диаграмм научить их понимать, с ними работать, как их вообще использовать на примерах тех основных операторов, которые я вот в своей жизни сам использую. То есть я здесь упомянул все, что сам так или иначе использовал. Ну, в том или ином виде. Вот. Чтобы создать AppServe, было понятно, что вы можете его создать, да, у вас есть, допустим, ну, там, не знаю, вы в рамках этого AppServe сделали два запроса к серверу, и потом все, завершилось. Вот у вас первый запрос одного цвета, другого, второй запрос, и у вас здесь он complete. Вот таким образом можно описать какие-то... создать некий обзору был, который имеет два значения. Можно обзору был... В чем прелесть, да, вот Reactive Program? Вы можете строить не просто какой-то один обзор, а целые цепочки событий, да, там, цепочки данных, некие цепочки дата стримов даже разных. Вы можете их как-то преобразовывать, комбинировать. Вот, но бывает, что нужно с чего-то начать, у вас нет никакого основного... Ну, откуда это взяться должно? Вы можете либо обзор обл.create сделать, а если вам нужна цепочка из чего-то, ну, вот, не знаю, у меня есть значение 3.14, и дальше мне надо с ним там что-то навернуть, там, сделать. Вот, я могу сделать Just. И вы видите, что это просто... есть какое-то значение, в цепочке оно будет преобразовано просто в имит одного значения, его самого, и завершится. Вот, например, можно сделать from iterable, из какой-то коллекции сделать имит всех значений коллекции. То есть вы берете observable from, там, лист, ну, from iterable, да, как правило, и у вас будет observable со всеми этими значениями. Есть крутые штуки, уже интересные, видите, что-то меняется все время в этих марбл-диаграммах, и это... часики появились. У вас есть, например, интервал, да, когда вы говорите, что выполняет там какое-то действие, ну, он будет имитить действия какие-то, в данном случае 0, 1, 2, 3, 4, с каким-то определенным заданным в начале интервала. Можно такие штуки делать. Можно делать таймер, когда он начнет работать там через какое-то время. То есть мы засабскрабились к этому, да, observable timer, который называется, да, и он нас дернет через определенное время. Бывают все, какие-то действия гораздо удобнее делать вот с средствами RIGS-JAL, нежели обычными какими-то инструментами. Постепенно вы к этому придете, увидите. Вот, вы можете взять, не знаю, range элементов в каких-то языках, там, ну, в скале, там еще где-то уже есть этот встроенный, да, оператор range, когда вы можете перебрать значения откуда-то. В RIGS-JAL он тоже есть. И когда вы вызовете такой observable и скажите ему subscribe, там, или его в цепочку добавите, вот, он будет, вам все значения от 1 до N плюс 1 и так далее выводить. Можно прекрасно фильтровать значения. У вас есть, ну, это вот вообще жизненный пример, мы тоже на него там посмотрим попозже. Вы можете значения, вот у вас огромный поток данных, не знаю, сервер там присылает котировки и там, зажигай мне лампочку, когда котировка больше там какого-то значения, вот, пожалуйста, да. Как только у нас больше 10, он начинает имитить значения. То есть исходный поток у нас один, а результирующий там, с которым мы работаем, он уже содержит совершенно другие значения. Можно использовать, там, не знаю, фильтрыть с помощью distinct, когда только уникальные значения. Ведь часто такие проблемы возникают, когда вы программируете. Они разные, их много, и каждый раз они, в общем, чем-то чуть-чуть похоже. И когда вы будете владеть вот RIGS-Java чуть-чуть, на практике вы увидите, что они очень здорово решаются вот этими операторами. Никаких лишних действий одной строчечкой и человеческий понятный. Я потом про понятность еще поговорю. У меня там есть слайдик про это. Можно скипнуть какое-то количество элементов, можно сделать дебаунс. Это вообще крутая штука. Она тоже очень часто используется и в Android, и вообще везде. Когда, например, случилось какое-то значение, я жду некий временной интервал. Если за этот интервал не пришло никакое новое значение, я имиджу. Потом, когда я имиджу много значений очень рядом, например, давайте более реальный пример сразу, чтобы мозги не пудрить. Вы делаете search. Как это? Поисковый запрос. У вас есть форма эдита какого-то, неважно где. Вы набираете буквы, и глупо делать запрос на каждую букву. Ну, глупо, потому что человек набирает, у него слово-то больше будет, не надо на каждую делать. И вот дебаунс как раз позволяет. Вы говорите, что давай-ка дебаунсить, и только когда пользователь остановился в наборе, а что такое остановился в наборе, он уже там 400 миллисекунд не нажимал ни одной буквы. Вот в этот момент, когда он закончил набор, можно отправить запрос. Если действие набора букв продолжается, то ваш запрос будет в холостую работать, вы будете тратить батарею, лишние ресурсы и так далее, вам это не нужно. Вот дебаунс решает эту задачу просто на раз. И много вещей, которые таким образом решаются. Ну вот тут как раз это есть сроттл, есть дебаунс. Вот это классный пример, который сравнивает, например, дебаунс и сроттл. Дебаунс это когда вы наводите сюда мышкой, двигаете ею, и вот это все реальные значения, которые были, все координаты мышки, которые я здесь провел. Дебаунс, видите, он видел, что я ввожу, 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 и как только случился период времени, который я не трогал, ничего, то есть мышка не двигалась, он мне заиметил значение. Опять я двигал, 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 случился таймаут, когда я закончил движение, он мне бросил значение. Это позволяет сильно экономить ресурсы, там понятно, если вы что-то вычисляете. Но сроттл там first, сроттл last, мы вот используем это, например, там, когда, ну вот, не знаю, в фильтрах тех же самых, да, мы последнее значение хотим из набранного брать, ну, примерно то же самое, да, но сроттл, это когда сроттл last, сроттл first, когда за определенный интервал вы хотите взять только первое из случившихся значений или последнее. Бывает тоже нужно, есть реальные примеры, где это используется, я вам покажу тоже, может быть, или ссылку там. вот, мы пришли к трансформированию observables, мы можем не просто там фильтры значения, еще что-то, мы можем их трансформировать во что-то иное. У нас был, не знаю, там какой-то список эмитов 1, 2, 3, да, у нас значение 1, 2, 3, мы их хотим там умножить на 10, не знаю, там посчитать, ну, какие-то арифметические действия, и результирующий стрим данных уже будет, смотрите, другой, он будет ровно тем, каким он нужен. Вы можете группировать, у вас там, не знаю, приходит куча каких-то значений, там, не знаю, от сервера, или там вы что-то вычисляете, еще что-то, вы можете не сразу их обрабатывать по одному, бывает это тяжело, там, надо как-то оптимизировать, вот, а вы начинаете их объединять в некие группы, и вот для этого у вас существует оператор-буфер, да, и вообще вы можете написать любой свой оператор так-то, если у вас было бы желание, но их такое количество мне вот ни разу в жизни пока не пришлось написать свой, потому что уже написано все до меня, и все как-то удобно и отлажено, поэтому, но вы можете, чтобы вы понимали, есть страшный оператор-флетмэп, вот тут уже, иногда вообще реактив программ бывает сложный, да, когда вы пытаетесь понять, как работает то или иное оператор, вы такой, ого, и приходится читать вот эти, понимать, во что там какие-то фигурки превращаются, и делать какие-то выводы, тяжело это бывает, но флетмэп, вообще флетмэп, это всеобъемлющее, про флетмэп можно отдельно рассказывать в принципе часа два-три без перерывов, без перерывов, да, так и знаете, но, чтобы вы понимали, у нас есть эмиты каких-то значений, да, флетмэп делает что, он каждое из этих значений превращает сам в observable, и вот, например, из этого он сделал два отдельных observable, например, это был лист, там, не лист, да, это там, было, да, был лист, например, из двух, мы хотим сделать два запроса на основании, там, вот этих двух значений, и мы сделали два observable, которые будут в результирующем дата-стриме, и то же самое, там, с другими значениями, и таким образом, флетмэп позволяет, например, из одного observable, да, из одного стрима сделать много observable и распараллелить все эти вычисления, то есть вы говорите, что в флетмэп, запустись, там, сабскрайб, сделай мне все, и результирующая observable, то есть из одного эмита он делает observable, и они все выполняются параллельно, если вы хотите. В общем, сложно, это надо пробовать, чтобы понять, а, ничего такого, что тут еще, прикольная штука, combine latest, да, бывает, вам нужно, вот, ну, не знаю, у вас там тоже с одного сервера приходит там время, с другого, не знаю, там, курсы валют, еще что-то, вам нужно как-то объединять эти значения и показывать их там. Он объединяет последние, 1а, потом случился 2b, да, причем это последовательность во времени, видите, он случается. Дальше у нас 1а, 2b, да, дальше c, потом случился d, но он будет ждать эмита отсюда, и только когда случится эмит в верхний стрим, да, он бросит нам event, что случился 2c. Ну, то есть, это вот такие, когда четко нужно ждать по одному ответу от каждого из потоков данных. Вот, в жизни использую, в общем, прям, да, конечно. Я сейчас не очень понял, здесь у нас 1а, первая, а потом 2а. То есть, почему он открывался предыдущий? Как понял, разумность 1а, 2b, 3c, 4d. А, пока двойка будет. Это двойка появилась, но B еще не появилась. Ну, я думал, что он ждет, когда появится. Ну, кстати, да, мне тоже кажется, что должен быть 2b следующим. Он ждет, когда на какого-то из них, когда-то. Мне кажется, он берет последний, когда что-то приходит, он берет последний. Да, да, вот так вот, он берет последний из того, что было. да, все, тогда все сходится. И у нас всегда получается два элемента, с которыми, ну, то есть у вас не будет никогда пустой там один из ответов или еще что-то, вам не нужно это хранить, там стоит какой-то определять для этого. В общем, круто. Мердж, когда он просто из там двух потоков данных, да, у вас, не знаю, там, сообщения на одном сервере и на другом, да, вы дергаете их одновременно, и вам не важно, что они там разные, вам надо в один какой-то поток и обработать их все, да, какой-нибудь попсап, там, не знаю, вы делаете еще что-то, вы с мерджем получаете все значения в той последовательности, в которой они случаются из двух потоков. Понятно, что их может быть больше. Все, что хотите, одного типа, можете завернуть в один поток. Ну, не прекрасно ли это? Восклицания из-за микрофона не слышно, очень много кричали и радовались. Да. Zip тоже хорошая штука. Вот Zip, я как раз про Zip походу рассказывал, когда Combine Latest имел в виду, вот Zip как раз делает, он по два их группирует. Ну, вот, да, и в общем, не знаю, у нас в проекте много, где Zip используется, когда на несколько штук сделать одновременно и результат всего вместе объединить и отобразить каким-то образом, вот там это и нужно. Хорошая штука. И не надо вообще думать про то, что как оно, какие-то Latch, еще что-то. Ну, паси Бог, пользуйтесь вот этим. тоже там можно объединять все в одно, да, и объединять другим способом, когда у вас сначала первый дата-стрим весь пройдет и потом выполнится второй. Ну, бывают разные случаи нужны операции для всего этого. Очень популярная штука, когда вы, не знаю, там говорите некий обзору был, давайте вот из этого списка юзеров, да, сделаем обзору был, имитнее значение и вам надо проверить, что там вот есть элемент с юзернейм таким-то или там с юзерайди 22 и он вам возвращает что-то, можно дальше с этим потоком работать, то есть все ваши привычные действия фактически можно с этим каким-то образом проводить. Reduce, ну там Reduce, все вот эти штуки, они существуют, чтобы там аккумулировать значения так или иначе, что вот здесь пример Reduce, он считает сумму всех этих чисел, да, в общем достаточно понятно написано и одним действием мы сделали то, что нам надо. Следующая штука, которая касается Reactive Programming, помимо того, что у нас есть операторы, с которыми мы можем творить комбинацию вообще любых потоков, любых данных, нам еще помимо этого надо как-то работать с потоками, и вот те самые слова, которые рядом с RedJava существуют, вот это Easy Switching, Red Switching и все прочее, это вот как раз про это. У наших обзорбов есть некая сущность Scheduler, где мы будем выполнять. Понятно, что у нас есть отдельный в Андроиде Scheduler, который называется Main Thread. Вы понимаете, что Main Thread это особая штука, вам иногда надо выполнять действия на нем, UI вы можете обновлять только на нем, правильно, как правило. И у вас для этого есть отдельный Scheduler, вы можете сказать, что вот мой обзор был, когда ты закончишь все сетевые запросы или запрос к базе данных, результат, пожалуйста, выполни на Main Thread. И вот это примерно это делает Scheduler Main Thread. Есть стандартный Scheduler в Java, который каждый отвечает за свою штуку, например, computation, это понятно, наверное, что для каких-то компутаций, он, как правило, состоит из ThreadPool по количеству процессоров, чтобы нагрузить все, правильно, все ядра, которые у вас есть. Есть IO, это ThreadPool для всех IO-операций, когда, вы знаете, отправили запрос на сервер, и он там может секунд 20 висеть, пока там что-то высчитает. Вот IO это что-то такое, это, конечно, ThreadPool под ногами там лежит, как правило. Вот. И он нужен для этого. Вот, кстати, многие дисковые операции, когда вот начинают, по крайней мере, работать с Reactive программой, вот в Android, я сам так делал, я дисковые операции делал сначала на IO-потоке, ну, это же вроде тоже IO-операция дисковая, да, но сейчас я как-то пришел к тому, что я для дисковых операций делаю отдельный скедулер, и он, как правило, из одного потока. Штука в том, что когда у вас несколько, не знаю, действий в приложении одновременно в фоне начинают работать там с одной базой, со второй базой, у вас же может быть две базы в приложении, вообще говоря, вот, плюс Shared Prefs, плюс вы пишете еще какую-то там файл, картинку, да, из фреска, там, ну там, сети загрузили картинку, у вас четыре действия с файловой системой параллельно выполняются, и у вас там все спотыкается, запинается, потому что хорошо, если из пластмассы у вас там процессор сделан, ну, то есть тяжело, и я рекомендую в последнее время делать для дискового I.O. из сингл, там, сред или там максимум два потока отдельный скедлер, который будет выполнять все операции, связанные с файлами, но это не обязательно с RxJav, это, в принципе, такой жизненный совет, все файловые I.O., которые у вас есть, как-то выполнять последовательно, чтобы не застаивалось, ну, ладно, это вообще отвлеклись, давайте дальше, можно сделать свой скедлер из любого экзекьютора, да, какой-то средпул там у вас будет, наверное, свой, со своей логой под ногами, можно легко получить стандартный скедлер из одного потока, который будет гарантировать у вас очередность операции, то есть все, что вы запостите, будет последовательным, ну, есть для там особо понимающих возвращениях Trampoline скедлер, это то же самое, но FIFO, да, First in, First out, очередность, наоборот, мне, честно говоря, Trampoline никогда в жизни было не нужно, но имеет место быть, вот, дальше интересная штука, вот, мы живем, да, и все у нас как-то хорошо, мы начинаем с потоками данных работать, но все нормально же, да, а в некоторых местах, ну, нет этих потоков данных, ну, нет, ну, вот приходит мне из сокета что-то, да, и как быть? Нет, не спешите сдаваться, не спешите, можно взять и сделать что-то, ну, некую сущность, которая называется сабжектом, которая может как эмитить какие-то значения, да, то есть, как быть observable само, так и эмитить какие-то значения, просто в observable вы можете сказать, вот мне из этого листа заэмитить все значения, окей, а как если мне из сокета вот эти значения приходят, как мне сделать из этого observable, ну, вот, в принципе, вот с этой штукой, самый простой из них, самый, наверное, популярный, это publish subject, это основные, которые вот есть в RxJV, насколько я понимаю, может есть еще, мне вот хватало всегда этого, publish subject, что это такое? Вот мне все, что из сокета прилетает, я читаю какое-нибудь integer значение и имичу его, да, я создаю publish subject, и как только у меня считалось из сокета данные, я говорю, отправь, 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 при этом любой, любой объект в моем приложении, который подпишется на этот observable, он является subject, еще и observable, да, он будет получать все следующие значения, с момента subscribe, то есть у меня, допустим, случился, а, у меня, наверное, сейчас дальше будет слайд, я, давайте, да, вот, да, вот на нем посмотрим, это понятнее, я подключился одним subscriber, да, и потом у меня имитится раз значение, два, три, я подключился вторым subscriber в другой момент времени, когда уже два эмита было, и в этот момент мне придет только следующее значение, вот, например, так у нас используются какие-то вещи, в общем, publish subject, наверное, самый популярный, есть крутая штука, которую тоже все используют, очень удобная, behavior subject, это все то же самое, но он помнит последнее значение за вас, вот, когда подключается какой-то слушатель, ну, не знаю, вы сделали запрос, не знаю, курс валют, вот вы, там, нет, сейчас не валют модно, курс что-то, или биткоины уже тоже не модно, в общем, какой-то курс мы обновили, и в этот момент мы, не знаю, там, обновили, а потом мы открыли экран, и хотим сразу что-то отрисовать, нам вообще-то надо помнить значение, там, еще что-то, да, там, и теперь это не надо делать, behavior subject вам сам сразу отдаст последнее, вы все сразу отрисовали, и как человек, в галстуке ушли, ну, то есть, ничего программировать уже не надо, получается, все готово, ну, хорошие вещи, есть replay subject, это то же самое, но он все заимеченные значения от начала до конца эмитит, ну, бывает, надо, когда все, все, что ваш поток данных, чтобы другой слушатель получил, все, и есть вот тоже диковинная штука, для меня, честно говоря, никогда не использовал, но, наверное, это уже хорошо, он много значений получает, и когда поток заканчивается, он возвращает только одно, то единственное, ну, тоже бывает надо, наверное, вот, такие есть штуки, как жить, вот последнее, наверное, что мы не упомянули из интересного, backpressure, чтобы понимать, что у вас, ваш поток данных поддерживает или не поддерживает backpressure, да, вот разделили в RxJava, там, observable на observable и flowable, flowable, то все то же самое, но он говорит, что когда вы подписываетесь, а передай мне backpressure strategy, вот, и что это такое, это когда вас, ну, там, сильно, не знаю, спамят, сервер кучу значений, вы не успеваете их обрабатывать, вам там, еще поднимать надо сервера, у вас, ну, бывают пики, пиковые нагрузки, там, еще всякие штуки, и вы можете сказать, что, а дропни мне все лишние, которые я не успеваю, или там, дай мне последние, или там, отложи их до лучших времен, пока у меня поднимается, там, в оркестрации мой, там, сервер еще один, да, ну, в общем, как-то можно жить, давайте с примерами, тоже, чуть больше маленьких, простых вещей, которые в жизни, вот, часто бывает используются, вот, это очень популярно, у нас везде так сделано, там, ну, у нас своя, там, обертка какая-то, ну, неважно, мы с помощью библиотечки RX, RX Android, по-моему, называется, RX Android, есть RX Java, но она скуповато, там нет ничего, что касается Android, вьюх, там еще каких-то вещей, а вот RX Android их обернуло, наш Lord and Savior, Джейк Уортон, написал, чтобы вы знали, знаете, Джейк Уортона, да, о, ребята, ну, я вообще с этого надо было начинать, ладно, расскажу потом, RX View Clicks, что мы здесь делаем, мы говорим, вьюха, вот это баттон, да, как он, баттон называется в Android, да, вот, у нас есть вьюха баттон, я говорю, RX View, сделай мне стримы, из вот этих вот кликов по баттону, да, и он мне будет имитить каждый раз значение, когда кнопка была нажата, не надо вот этих больше Set Listener, там куда-то там еще что-то уходит, вот, и так можно с любой вьюшкой, Search Edit, ну, там дальше посмотрим сейчас, когда нам надо отфильтровать какие-то значения, да, например, выведем не только четные, мы говорим Observable, вот от этих всех цифр, ну, понятно, что так не делают, так не делают, но для примера ради, и отфильтруем мне все, у которых там остаток отделения на 2 равен нулю, хоп, Subscribe сделали, он нам выведет все, что нужно, можем просто пройтись по всем, да, и выполнить какие-то операции, один, три, шесть, for each, во всей красе, group buy можно сделать, да, там по тому или иному, по тому или иному признаку, опять-таки там по четное, нечетное, и он будет нам группировать это все, оператор group buy, пожалуйста, очень, очень приятно, ну, понятно, можете взять только там первые два значения, take last, там по-разному все это комбинировать, вы можете, о, first и last, как воду глядя, нет, ну, ну, вы можете, в принципе, сколько угодно создать, зависит от этой функции, я аж потерял, integer, если у вас это, не, подождите, вы меня что-то путаете, давайте попозже мы сейчас закончим, я посмотрю на это внимательно, ну, ладно, после, вот, сразу, не отходя от кассы, у нас тут можно последнее, первое взять, можно только неповторяющиеся элементы, все эти мелочи, да, они, в общем, удобны, что-то такое, здесь мы, что-то мы тут играем с маппингом, когда мы одно превращаем в другое значение, вот, и, ну, мапа оператора, в общем, понятно, да, я могу любое значение превратить в любое, вот, и здесь просто вот, пример этого использования, можем проходиться вот по листам, частая штука, когда у меня есть какой-то юзер-лист, я говорю, что, там, мне надо вот взять из этого листа, заимитить все значения, там, объединить их, и, там, замапить на, каждый на обзору, после этого вывести, он, по идее, должен, вот это вот большое количество операций, которые, там, под капотом происходят, вот в таком вот довольно читабельном виде мне произведет, что еще, самый популярный пример, который, наверное, есть, это поиск, когда вы вот набираете, я вам рассказываю, да, там, слова в поиске, и он будет подписываться на все, ну, да, 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 подписываться на все изменения эдита, который, вот, пользователь вводит буковки, прелесть тут заключается в том, что вы можете подписаться, например, и только когда пользователь набрал три символа, ну, с двумя символами странно, поиск, запускать, там, непонятно, что искать, будет очень много вариантов ответов, вот, и вот этот пример как раз, наверное, самый популярный для RxJava, в принципе, на андроиде, когда мы запускаем search, фильтруем его каким-то, делаем ему там debounce, еще можем прикрутить, чтобы он там не часто все это лопатил, и после этого искать, как сделать, ну, не знаю, вот тут логин, пример логина, да, какой-то используется, что мы отправляем, ну, мы получили там логин, паспорт, и отправляем запрос, который будет нам объединять эти значения, и возвращать, да, если только оба там случились, как я понимаю, email observable, password observable, да, вот, когда они там обе провалидировали, мы получим результаты, можем знать, ну, что вот все эти действия там завершились, это же можно отдельно каким-то образом проверять, какой-то пример, когда мы берем, превращаем все эти цифры там, каждая в observable, все вот эти emitter, да, всех этих элементов превращаем в какие-то, flatmap, в observable, вычисляем эти сложные вещи каким-то образом, да, и после этого и observable все это на main thread, только когда мы закончили, мы хотим, чтобы результат сам вернулся на main thread, и вот там мы легко это можем сразу, там, не знаю, в text view проставить, там, или куда-то отобразить, вот, очень просто достаточно получается таким образом работать, что тут еще интересного есть, это что-то то же самое, что-то нет, это что-то другое, из массива юзеров опять-таки мы что-то берем, вот, кстати, это тоже популярный пример, я даже, когда его увидел, я свой код скопировал, чтобы показать, что действительно так делают, вот, например, на каждый там, я не знаю, пользователя, да, сохрани его в базу, чтобы там, конечно, как-то сохранился, еще что-то, вот, и потом выполняй, вот этот пример, простите за черный, простите за траурность, но это вот что-то прям жизненное, вот, я рассказывал, что я использую там последнее время свои скедлеры и дисковое I.O., то есть я говорю, не знаю, там, event, да, сейчас же, room, вы слышали там слова, вот такие, room, довольно удобно этим пользоваться, ну, наверное, удобно, чуть-чуть экономит силы, вот, и room умеет работать и со всякими там, прибаутками, типа RX-Java, он умеет возвращать, например, там, single или там, observable от значений, которые, прямо в интерфейсе I.O., который вы объявляете, а он генерирует там код, который возвращает, вот, как раз, observable. И здесь я говорю, вот это вот, room I.O., select какой-то, да, вытащи мне все значения, переключись там на, чтобы сделать все, все это сделаем, мне это на дисковом I.O., когда там будет результат, давай-ка на main thread, превращаю это в, сингл превращаю в observable, ну, это такое техническое изменение, потом все значения, всех вот этих вот списка, да, ивентов, давай-ка преврати мне в каждый отдельный, на каждый эмит этого ивента, я там логирую, также я, то же самое, do on next, на каждый ивент, который мне имитится, запиши мне его в кэш куда-нибудь, вот это я в мапу в кэше где-то пишу, то же самое вот в базу, прошлый пример, да, там маплю на другой какой-то объект, да, делаю парсинг этого JSON, и вот в одном потоке данных, да, я сделал все действия, которые я там расписывал бы, как правило, на много-много методов раньше, да, когда я не использовал, например, реактив программин, вот такие дела, что тут еще из интересного, вот реализация, тоже можете посмотреть, довольно любопытно, как сделать, не знаю, exponential back-off, как правило, вам говорят, что о, не надо нам класть сервер, ребята с сервера приходят, такие, о, вы нам кладете, когда у нас сервер на 5 минут прилег, бывает, потом все клиенты, одновременно, которые были, они же ждут, что он не работает, ничего, они дергают полту рефреш, и все эти клиенты одновременно на свежеподнятый сервер, и ему становится не по себе, мягко говоря, и в этот момент вам вот эти серверные ребята говорят, сделайте мне exponential back-off, вы как прикинете, как это делать, там надо что-то записать куда-то, ну вот, ничего, ничего, не волнуйтесь, в общем, в общем, довольно легко сделать exponential back-off с этим подходом, есть классные, интересные примеры, которые мне нравятся, это вообще тоже сильный мужчина, вот этот, Нуркевич, он тоже много интересных докладов по реактив программингу сделал, и вот если вам любопытно, мне какой-то из них прям очень нравится, когда там он имитит значение, ему надо там с какой-то периодичностью либо данные от сервера получать, а если не было, посылать какие-то, ну там, и вот задача, в общем, не самая такая тривиальная, если программировать обычной логикой, императивной, да, там сложно, он элегантное решение находит, и оно еще не сразу очевидно, вы так читаете, там код, что-то, а потом вау, и когда вы поняли, у вас удовольствие такое растекается по телу, ну в общем, попробуйте это такое развлечение для программистов, ну вот, дошли мы, когда вы будете со всем этим играться, да, во-первых, кто такой Джейк Уортон, вот которого вы не знаете, это, конечно, странно, если вы в андроиде что-то делаете, да, имя Джейка Уортона, это фактически наш святой, мы его называем Lord and Savior, это человек, который столько написал open source для андроид, столько успешных проектов, не в смысле проектов, которые там что-то делал, зарабатывал, а столько open source библиотек, если вы там пожилой человек, да, вы помните экшн-бар Sherlock, это когда экшн-бары появились, но на старых версиях, до там тройки или что-то, экшн-бара не было, и Джейк Уортон написал имплементацию этого экшн-бара, backport написал, backport анимации, делал еще что-то, он столько таких сделал, библиотеку, он в общем действительно святой, это вот когда вы изучаете, да, андроид, вот вы думаете, что вы понимаете андроид, вы так постепенно, постепенно вроде бы дошли до того, что вы, это функция, насколько вы знаете, да, потом вы встретили Джейка Уортона на гитхабе, вот я вам рекомендую, у парня там все темно-зеленое, каждый день, его в итоге Google нанял, какое-то время назад, там не знаю, что ему там предложили, он в Square работал раньше, Square очень крутые, тоже у них вот OkHat, это P, там и все дела, вот это вот Square, и его каким-то образом Google, ну его нельзя было не забрать в углу, просто потому, что он половину всего на андроид сделал, то есть вот все тысячи гугловцев, да, и один Джейк, ну не один, но Джейк крутой, и вот вторая тоже великая картина, знаете, когда вы программируете, чтобы вы знали, у вас на столе должна быть вот картинка, в Америке есть такая фраза, WWJD, это what would Jesses do, ну что бы сделал СУС, там на моем месте, вот у вас должна быть картинка, what would Jake do, что бы на моем месте сделал Джейк, и вот вы должны так вот программировать, ну посмотрите, мужчина великий, так вот, если вы хотите дальше погрузиться, как бы я вам какие-то простые примеры показывал, да, вот у него есть прекрасная лекция, ну как прекрасная, она про то вообще, как с этим, как с RxJava, вообще весь стоит, не просто вот какие-то кусочки, да, а как стоит все аппликации хранить, вот и вычислять с помощью RxJava, она там, я хотел ее встроить, в общем-то, в эту лекцию, но тяжеловато, там много и так, и ее отдельно там часа на два надо смотреть, но она хороша, он с простых вещей говорит, вот смотрите, вот тут вот, однопоточно, все хорошо, вот начинается многопоточность, о, у меня сложность, он показывает, какие сложности, вот так по ходу, по ходу усложняет, усложняет, и весь стоит, в принципе, мне нравится эта штука, я так не совсем делаю, но подход вполне себе клевый. Что еще интересного, когда RxJava создавалась, все хотели, ну, одна из задач Нетфликса, которая вот много усилий в RxJava там вложила, и он, собственно, первый сделал мощный рефакторинг у себя во всей серверной инфраструктуре, да, они преследовали там среди прочих, вот, бенефитов, да, перформанс, они хотели, чтобы тратить поменьше железа на то количество операций, которые можно сделать. Вот, и тут есть прекрасные, прекрасные замеры вот этого Бена Кристенса, который как раз занимался этим в Нетфликсе, вот здесь можно их посмотреть, я сейчас пару слайдов приведу оттуда, но изначально все ребята хотели, чтобы это было чуть более перформант, вообще это сложно представить, представьте, да, не знаю, у вас есть, вот что они там делали, они взяли обычный томкет, который на каждую коннекцию создает свой поток, да, и вы в нем что-то делаете, выполняете, там, сохранили, отправили, все, и Netty, RxNet, это реактивно сделанный application сервер, который там все это обрабатывает, но вот уже более современно, то есть по идее, если у вас, не знаю, там 100 серверов, и они вот все вот это обрабатывают, поток данных, примерно должна одинаковым быть, да, ну, как throughput, проходимость, да, вот этих всех, нагрузку они должны примерно одинаково держать, однако, в случае Нетфликса, ситуация, ну, давайте, ладно, попозже про это расскажу, у меня там будет еще интересное, а, ну, кстати, про перформанс, я хотел увынуть, что вот я говорил, RxJava, это mature library, ее переписали, вот, и в версии 1 она была тяжеловатой, там были моменты, которые можно было улучшить, и в том числе наши люди к этому, Артем Зинатулин приложил к этому руки, вот, в версии 2 ее сильно оптимизировали, то есть она еще и быстрая, то есть не просто так у вас, а еще и быстро будет работать, вот, по поводу перформанса серьезного на серверах, не то, что там на телефончиках балуемся, да, в общем, когда вы пользуетесь, вот, сделали одинаковую серьезную аппликацию, там, которая делает типичные действия, она там в open source, ну, можно это все посмотреть, и замеряли, вот, RxNet сравнивали с том к этому, здесь не совсем, наверное, те слайды, тут еще много лишней информации, надо было бы другой, мне выбрать, вот, но, есть однозначная деградация в перформансе, да, по сравнению с, там, thread per connection, Tomcat, например, да, и RxNet, ну, смотрите только на HDTP значения, если там будете, наверное, надо было, я, может, в презентации, которую выложу, может быть, другие положу картинки, сейчас уже в ППХ дело, так вот, получается, что на большом количестве соединений, классический подход, там, к этому, да, single thread per connection, да, он деградирует, и перформанс вы, получается, сильно выигрываете при большом объеме, то есть это не просто штука, это еще и перформанс-ready какое-то решение, когда вы работаете с RxJava, ну, не знаю, сейчас какое-нибудь значение, давайте посмотрим, что это такое, concurrent connections request per seconds, ну, thread per connection, да, меньше всего, при больших значениях, обрабатывал, и, в принципе, в два раза больше, синенькая штучка, ну, HTTP, Netty Server, ну, то есть, даже если обычный HTTP сервер, там, на эти посмотреть, вот, ну, деградация довольно большая, по производительности, и там довольно серьезная работа, они провели по тому, что же все-таки работает быстрее, обычное решение, да, какое-то старомодное, вот, или современное. Что еще из интересного, что стоит упомянуть, но, когда вы будете вот дальше, там, не знаю, программировать, что-то, будете пробовать, единственное, наверное, надо упомянуть про недостатки вот всех этих систем, да, у Reactive не только плюс, есть свои определенные минусы, в общем, как, наверное, у всего, вот, и лучше бы про них знать. Вот, мне очень нравится тоже, как рассказывал про это Нуркевич, у него есть интересная такая зарисовка, он говорит, давайте представим себе, не знаю, как вот, сколько нужно потратить на производство софта, производство, я упоминал, это там, разработка, поддержка и железо, да, вот, сколько нам нужно потратить, там, при классическом, простом подходе, когда у вас, там, обычные программисты, не супер какие-то, вундеркинды, да, когда у вас, там, допустим, маленький проект, у вас, ну, условных, там, в облачках, он каких-то, облачковые коины, да, мерил, что, когда вы маленький, вам почти ничего не надо, там, чуть-чуть железа, чуть-чуть всего, когда вы становитесь уже каким-то большим, серьезные потоки данных, начинаете обрабатывать, у вас там, ну, растет стоимость и железа, и разработки, ну, чуть-чуть, очень плавно растет поддержка, как бы поддерживать код, который написали, тоже надо, и вот, что интересно происходит дальше, когда вы становитесь большой компанией, с большими данными, уже там, когда у вас не семь серверов, и какие-нибудь маленькие инстансы, да, на DigitalOcean, когда вы L, или XL, не знаю, что у вас там, и вы замечаете, что при вот этом подходе, у вас очень много тратится на железо, вам постоянно надо фактически, давайте решим эту проблему, добавив новый сервер, давайте еще один поставим кэштон, еще один там, Redis, ну, в общем, каким-то образом мы все это представляем таким, и вот примерно 4 коина, он говорит, вот разработка будет стоить, вот по моему опыту, 4 коина, вот для огромной компании, если вы делаете реактивный подход, у вас изначально, да, стоимость разработки, вот здесь была вообще никакая, а тут 0,5 все вместе, да, у вас сильно больше, чем 0,5 стоимость самой разработки, она довольно сложная, вы должны найти экспертов, которые, в общем, понимают, которые имели опыт работы, да, с реактив программой, имели опыт там с high load вычислениями, вот, это будет чуть дороже, но, когда вы растете, прелесть подхода реактив, да, в том, что фактически не растет стоимость железа, потому что вы скейлабл, у вас не решается проблема, что добавьте еще один там кэт, еще одну ноду там кэта, у вас гораздо меньше идет деградация по железу, плюс, ну, понятно, что тут чуть больше, может быть, растет сложность поддержки, потому что, когда вы все пишете, все, все есть реактив стрим, да, вот некий дзен такой, чуть может быть сложнее этот, чем при классическом подходе, просто потому что, меньше людей знают и умеют с этим работать, и, и по его наблюдению, он говорит, что для, когда, ну, понятно, что вы больше потратите, если вы маленький стартап, ну, не нужно вам, наверное, это делать, но если вы большой, вы скостите очень много вот на этом, и, в принципе, у вас примерно в два раза, да, будет разница по затратам, которые вы вытратите на производство, и вот эта прекрасная точка, да, когда у вас один подход и второй по стоимости, один из них это реактив, да, а второй традиционный, скажем там, блокинг, подход, вот они встречаются, и вот Нуркевич называет эту точку особым образом, вот, чтобы вы понимали, да, дальше я назову какие-то слова, что такое Netflix, Netflix это 15% мирового трафика, 2018, 15% мирового трафика, вы понимаете, что им хочется экономить, да, на серверах, у них проблемы, вообще говоря, ну, то есть, 15 всего мирового трафика, одна компания, охренеть, я в шоке от этого, и вот Нуркевич называет эту точку Netflix point, вот в тот момент, когда вы настолько большие, что, что, во-первых, таким количеством данных, что, вам выгоднее становится работать на реакте в подходе, весь вообще, бэкэнд ваш, все вот ваши сложности реализовать, вот, вы становитесь, вы начнете экономить с этим, ну, то есть, в этот момент вам надо задуматься, о, боже мой, я не хочу платить больше, вот, это Netflix point, если, как правило, вы здесь, или здесь, правда, все наши практики, которые мы там, не знаю, пилим для себя, ну, я помню, студенчество, то, что делают, маленькое, простое, это все ерунда, вообще можно ничего, один digital ocean instance, там, все ваши сервера покроет, но, когда вы большие, и тут вот надо понимать, поэтому это, в общем, важный момент, и, в общем, резюме, все этого хочется сделать, да, некоторые, по стоимости разработки, вот еще закон Литла, да, из теории, там, массового обслуживания, интересная штука, вот у вас есть лэптоп, да, например, который там, не знаю, или ваш digital ocean серверочек, который может обрабатывать, ну, там, по мощности просто выдержит 100 параллельных потоков, да, которые там могут работать, если у вас там прилетает какой-то JSON объект, который вам надо сохранить, и отправить ответ клиенту, 99% текущих информационных, систем делают именно это, вот, и какая у вас будет пропускная способность, ну, легко это вот с помощью этой формулы закона Литла, да, вычисляется, что у вас будет 1000 пропускная способность, на вот этом маленьком инстанте, 1000 параллельных запросов, то есть на вашем детско-юношеском, вот, digital ocean маленьком инстанте, ну, вообще серьезная может быть нагрузка, 1000 параллельных соединений, это, это серьезно, вот, и, что хочется сказать, смотрите, в общем, реактив программинг, вот, про трейдов, давайте, есть space time трейдов, так называемый, вам Вадим Цисько, может быть, рассказывает или расскажет, не знаю, когда вам лень вычислять что-то еще раз, да, ходить в базу данных, и вы ставите кэш какой-то, да, и чтобы он хранил эти значения, то есть вы тратите место, да, но выигрываете во времени, там, вычисления, отдача, всего этого, вот, space time трейдов, в реактив программе примерно то же самое, но там, если это можно так назвать, human hardware трейдов, да, в обычном подходе, вы, обычные программисты, вилариба и вилабаджи, да, помните, обычные программисты, они пишут обычный блокинг код, вы наращиваете количество инстансов, просто, да, вот этих там ваших, там кэтов или что-то там, вот, но, вы можете стрейд-офить немного, если вы вложите, если вы большой, если вы за вот эти справа Netflix Point, и вы вложите там чуть больше в разработку, какие-то подходы эти используете, вы можете сэкономить, сэкономить конкретно, вот, на железе, и, в общем, самое важное, наверное, что можно тут помнить, что вы, как правило, не Netflix, и не нужно этого делать, вы можете внести больше сложностей, больше проблем, и после вас еще кому-то поддерживать, всю эту систему придется сложную, поэтому, как правило, не нужно, надо очень аккуратно быть со сложностью, да, того, что вы будете делать, особенно, если вы не эксперт, и один из, вот, конст, прос и конст, как это, один из минусов реактивного подхода, как правило, можно сделать все сильно сложнее, вот, чем оно требовалось, и я против такого, ну, про это тоже можно поговорить, ну, я даже скажу сейчас, наверное, про это, на клиентах, в принципе, то же самое, да, вот, то, что Нуркевич рассказывал про бэкэнды, про его вычисления, то же самое на клиентах, вы получаете, что, там, на том же андроиде, когда будете делать с помощью реактив что-то, у вас будет, если вы будете стоит хранить, вам порог входа, да, вот, чтобы оценить вот то, что там выступление Джейка я рассказывал, да, весь стоит сделать на реактив, и так далее, это будет стоить чуть больше, порог вхождения больше, для человека, который приходит в вашу команду, ему там придется чуть-чуть больше въехать в это, но при этом, если вы все это сделаете аккуратно, у вас будет крутой поддержимый код, вы будете на мейнтеннесс там где-то экономить, еще что-то, у вас есть определенная польза от этого, ну, в общем, надо очень аккуратно к этому подходить, понимать, что вы делаете и зачем, вот, как раз, одно из того, что против, да, реактив, программинг, бывает, один из моментов, который против, есть такое интересное проклятие, да, вроде китайское, так, не нашел источника, may you live in interesting times, да, чтобы вы жили в интересное время, интересное время, вы понимаете, что такое, это всякие революции, это какие-то перемены, и, как правило, эти перемены, это тяжело, и вот, они так проклинают, чтобы вы жили в интересное время, вот, не хочется, как программисту, я вот прихожу, я пишу код, я поддерживаю его, да, и я не хочу увидеть творение, какое-то там, вот, что сложное и непонятное, я не хочу в нем разобираться, я хочу просто сделать, вот на эту тему есть термин у Мартина Фаулера, ubiquitous language, да, он описывает то, что вы должны, когда программируете, манипулировать теми терминами, которые вы программируете, не знаю, вы делаете мессенджер, у вас есть чаты, у вас есть, там, контакты, да, у вас есть там сообщения, у вас есть оттачи к этим сообщениям, картинки какие-то, вот, когда я программирую, я хочу этим манипулировать, и, ubiquitous language, вот этот термин про это, и смотрите, вот, какое, давайте вот так вот, чтобы вы не читали, каким качеством должен обладать хороший код, как вы думаете, что такое хороший код, как понять вообще, хороший он или нет, вы берете, вот я вам написал, вам там, модуль какой-то, вам надо оценить, заплатить мне денег или нет, или сказать, что я не хороший человек, он должен хорошо расширяться, тестирование, я бы, ну, то есть, его, чтобы, его можно было хорошо тестировать, максимально бы при тестах, читали, и сюда начинали. Ну да, многие вот так говорят, он должен быть действительно, хорошо бы он был, ну, читабельный, простой, да, вот на первом месте как раз у меня простой, но простой, это, понимаете, что для вас просто одно, для меня просто другое, и это могут быть совершенно разные темы, с тестами тоже неплохо, как бы, я согласен, но тесты, тесты могут быть плохо написаны, или там покрывать не все, много историй, когда это не работает. писать код так, что тесты можно покрыть максимально. Ну, хорошо бы я уже покрыл, наверное, даже когда вот я вам сдаю моду, но это неплохо, но я могу плохо покрыть, то есть, тут вообще много проблем, и в принципе, много есть каких-то вот собирательных терминов, которые позволяют там, ну, dry, например, да, не надо дублировать там вещи, если у вас встречается там какой-то код дважды, лучше, наверное, в одно его место положить, ну, это просто, это простой пример, почему, потому что, если там будет ошибка, вы ее исправите в одном месте, про второй забудете. Ну, это все такие общие вещи, вот мне очень нравится, когда код скучный, когда вы читаете его, и вам все, вам скучно, вам понятно, что там происходит, вы чувствуете, да, к чему я клоню, may you live in interesting times, да, и так далее, я не хочу все это, я хочу сделать задачу, как бы, чтобы она запустилась, и там мой сервис работал, все, и мне все равно, честно говоря, какая там реактив, что там происходит, и вот, иной раз, когда люди начинают программировать, они пытаются все там сделать умно, сложно, там, я знаю, у нас много примеров в жизни, людей конкретных, которые вот, о боже, технологии, вот это, вот это, не нужно все это, надо просто сделать скучно, чтобы это, никаких вопросов не возникало, чтобы мне было настолько все понятно, и, как правило, когда вы встречаете реактив решение, это не так, поэтому аккуратно, то есть, тут вам, вы должны принимать, что вы делаете, и зачем, какая-то должна была быть подводка, сейчас я даже забыл, про что я хотел сказать, 10x developer, как-то я к этому хотел подвести, ну, ладно, просто расскажу, что это такое, 10x developer, developer, вот есть такой термин, это тоже вот к простоте, там, понятности, вот этого всего, популярный термин в Америках, во всяких, ну, это типа крутой developer, который там делает больше всех, делает в 10 раз больше, там, все цели, но это не потому, что он, зачем я это хотел сказать, делает не потому, что он в 10 раз больше работает, да, или там ночью сидит и программирует, нет, как правило, это человек, который может так построить процесс, так включить команду в этот процесс, предложить, не знаю, решение, там, reactive решение, какое-то другое решение, так, чтобы команда стала эффективнее работать, вот на эту вот 10x, к чему-то хотел подвести, но ладно, что еще плохого, когда вы пользуетесь reactive jala, ну, во-первых, сложно въехать, я с самого начала вам показывал, да, что есть проблемы, вы читаете вики, стыкеры, условия, ничего не понимаете, и так далее, это сложно, когда вы начинаете, вот сейчас вы вроде там посмотрели, но вроде все понятно, а когда начнете сами тыкать, о, а это как, тяжело, в общем, есть проблемы, у вас становятся суровые stack trace, когда вы получаете ошибку в обычном блоке, подходе, да, у вас там stack trace, вы тут ткнули в четвертую строчечку, о, поняли, где вы, что случилось, в каком-нибудь там rexjava или реакторе у вас будет вот такая вот портянка stack trace, и вы не понимаете, что произошло, и откуда это вообще, а если это еще асинхронно там что-то делалось, да, и это NPE из ниоткуда, вот вы там где-то распараллели или что-то там, какой-то таймер какой-то запустили, интервал там еще, и это случилось, и вы смотрели на это, боже мой, что делать, я не знаю, когда задебажить, я не знаю, как это чинить, ну, и вы постепенно там обкладываете логами, там что-то находите, ну, в общем, процесс несколько усложняется, дебаг, stack trace, и все это тяжелее, а что еще тут из плохого, а, ну, когда вы работаете с обычными коллекциями, там, итерабл, перебираете их, там, отправляете, как правило, вы там полагаетесь на порядок, вот, когда вы начинаете работать со стримами данных, у вас пропадает, как правило, порядок, там надо отдельно за этим следить, вот, ну, опять-таки, это цена того, что вы можете там все распараллелить, и так далее, надо просто аккуратно, бывает с этим, когда вы будете там ломиться, переписывать свои решения, может быть, надо внимательно к этому отнестись, ну, вот, backpressure тоже, вот, если вы всерьез будете, я реальной реализации backpressure на реактиве не делал, но это сложно, я могу себе, я читал, как это делается, и, в общем, тяжеловато, лучше даже не браться, наверное, за это, еще проблема есть у реактив решений, что каждый акка придумал, свои термины, там, реактив экстеншн свои термины, у микрософт там чуть-чуть свои, ну, вот, каждый сделал свое, да, и вот попытка вот реактив айо, вот этого там все это объединить, пока не увенчалась успехом, у всех есть свои сложности, каждый тянет одеяло на себя, и, то есть, если, я говорю, что я вот понимаю, рэкзжава, ну, если с реактором я еще худо-бедно сплавлюсь, справлюсь, то, когда я возьму какую-нибудь акку, там все по-другому, там все другие названия, они еще и пересекаются, в общем, бывает неудобно, в общем, есть определенные минусы всего этого, вроде бы все хорошо, но есть минусы, ну, и, наверное, все, вот, вся литература у вас будет, да, очень много всего интересного, что на эту тему можно посмотреть, это все разные сурсы, с которыми вам стоит посмотреть, господи, что тебе пять страниц, на этом, наверное, по реактив, тему я предлагаю закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ